Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Шлах. Не самая, скажем так, веселая глава. Это глава, которая рассказывает о разведчиках, которые сделали не то, что сказал Всевышний, уйдя в страну Израиля и вернувшись. Они говорили правду, но, к сожалению, эта правда принесла нам по сегодняшний день. Они плакали 9 ава, и Бог сказал, что 9 ава, вы плачете зря, а теперь будете плакать всерьез. Но об этом поговорим не сегодня, а сегодня хочу сказать другое. Разведчики были мудрейшие люди своей страны, главы колен. И то, что они пришли и рассказали, то, что они увидели, было правдой. Той правдой, которую видели они. Она не соответствовала реальной действительности, они не захотели всмотреться. Но правду они говорили то, что видели. Так вот, один из изумительных уроков этой главы, что даже правда может быть аморальной. Она прекращает служить целям добра, когда человек произносит ее для того, чтобы нанести вред, отомстить, очернить кого-то. Да, это правда. Но правда, произнесенная с плохими намерениями, превосходит любую ложь, сказали наши мудрецы. Итак, люди хотели остаться в пустыне. Зачем, что, как, непонятно, им нравилось, что так хорошо они живут, не работать, не надо ничего. Пожелание человека обусловлено его взглядом именно на собственный жизненный опыт. Тот, кто многие годы провел в нищете и унижении, просит у всемогущего одеяла пуховое или ломать хлеба побольше. Процветающий магнат там будет молиться об успехе своего делового предприятия, в которое вложены миллионы. Но божественные вот это вот возможности, они беспредельны. И следует осознать одну важную вещь. Взылая к Богу, написали наши мудрецы, о желаемом там или о том, что тебе хочется, надо надеяться, что он воздаст нам соразмерно своему безграничному величию. Потому что мудрые люди говорили, не обращались с просьбой к Богу, там, вот хочу то-то. Разумнее просить его о милосердии к нам. И тогда Богу только известно, что есть истинное добро для нас. Вот тут надо немножко подумать. Пишет Раф Садок Акоин, излюбленный такой, выдающийся человек. Желания человека обладают силой, способной воплощать в реальность практически все, то, что человек страстно желает. И не только позитивные вещи, но и отрицательные желания. Потому, вот сказали наши мудрецы, человека ведут свыше тем путем, по которому он хочет, чтобы его вели. Человек хочет грешить, но не мешает. Хочет развиваться духовно, тоже помогает. Человек способен добиться реализации любой страсти в этом мире, написали наши мудрецы. Но воля Творца установила систему правосудия, не всегда это допускающее. Иначе мы такого наконстролили в этом мире, что уже и миром не было. Во времена Шлома, например, царя Соломона, когда была достигнута наивысшая, но не окончательная точка исправления мира, и небеса вообще не препятствовали реализации желаний. Написано в книгах, и было после того, как Шлома закончил постройку Дома Господнего, все, что царь Шлома пожелал, он хотел, мог делать. Так и получилось. Вы понимаете, все заповеди, которые нам даны, это не игрушки. Только выдающиеся люди это понимали. Давайте коротко расскажу. Был такой Йосиф Соловейчик, извините, Зеев Соловейчик, это Раф Бриска, это выдающийся духовный человек. И вот Йосиф, такой молодой парень, ученик, бахур ученик, пришел, ему надо искать невесту. Мать не могла ему помочь, она была слабая, нездоровая, он не делает, что делать. Тогда ему пришла дерзкая девушка, пойдет к Раву из Бриска и попросит его помощи. Раф Соловейчик спросил, что угодно, пришел к нему, он говорит, я хотел помочь, чтобы мне помогли в сватовстве. Я не занимаюсь сватовством, сказал Раф Бриска, если ты нуждаешься в совете, лучше обратись к отцу. Но у меня нет отца, сказал Йосиф, еле слышно. Не успел он договорить, как Соловейчик страшно побледнел, ноги подкосились, упал в кресло, его руки начали дрожать. Он сказал, закройте двери, никого не пускать, дайте гости угощения, я буду с ним разговаривать. На лице Рава было потрясенное выражение. Он предложил Йосифу угощаться, два часа с ним беседовал. Юноша знал, какое дорогое время, он хотел уйти, нет, сиди и все. Раву Соловейчик помог ему в сватовстве, долго выяснял, занимался невестой, нашел, сыграли свадьбу. Домашние Рава вспоминали, как еще много лет его дрожал голос, он говорил, боже, прямая заповедь из Торы. Тора велит нам быть осторожными по отношению к сиротам, боже упаси их за дети, я так испугался, я чуть не провалил заповедь. Вот как люди смотрели на этот мир. На еврейских гробиях никогда не пишут даты рождения. Важен только итог, дата ухода из этого мира. Она отмечает высшее достижение души в момент, когда уходит в мир истины. Где праведный суд расставляет все точки на земном пути и указывает дальнейшую судьбу. Так вот, надо стремиться к тому, чтобы на момент, когда вот это через 120 лет будет наша дата ухода из мира, на небе сказали, да, этот человек, ну, давайте так, хороший, брахава от слоха, хорошей недели, всего самого лучшего.